Президент России Дмитрий Медведев создал комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. В состав комиссии вошли представители администрации президента, МИДа, ФСБ, Госдумы, Роснауки и другие. Всего 28 человек. Все эти люди, по идее, будут следить за правильным истолкованием истории России. Там пока не ясно ни состава такой комиссии, ни мандата, чем они будут заниматься. Если это касается рассмотрения вопросов истории Российской Федерации, ну ради бога, пусть этими делами занимаются. Мы тоже у себя в Латвии, как вы, наверное, знаете, уже много лет назад создали специальную международную комиссию историков, которые как раз идут через все страницы наших исторических событий. Также известно, что сейчас в России на стадии подготовки находится законопроект о противодействии реабилитации в бывших республиках Союза СССР нацизма, нацистских преступников и их пособников. Предполагается, что наказанию по этой статье подвергнутся как российские, так и иностранные граждане. Срок заключения будет составлять от трех до пяти лет. С избранием президента Медведева резко усилился фактор внешней политики влияния России на постсоветском пространстве. Это сказалось и в событиях вокруг Абхазии и Осетии, это сказалось и в разрешении, например, негражданам ездить в Россию без виз. Это сказывается теперь на формировании и защите ценностей. То есть работа перешла в идеологическую сферу, чего не было в предыдущий период. Правда, некоторые латвийские политологи пока не понимают, как технически Россия попытается реализовать свои претензии на правильное видение истории. Очень интересно, как они будут со своей стороны, со стороны правосудия российского, как они будут внедрять в жизнь это. Потому что, если мы смотрим о тех приговорах, которые происходили в Австрии на тему Холокоста, это были реальные люди, которые реально, чисто и открыто говорили, что Холокоста не было. Хотя это чисто фатологически доказано. Также, как я думаю, что очень трудно будет найти людей, которые скажут, что победила фашистская Германия во Второй мировой войне. Или фашистская идеология. Там же ясно, кто победил. Известно, что многие латвийские историки, а также политики, черпают информацию из российских архивов. Не исключено, что для многих из них эти источники могут прикрыться. Грутупс говорит, что ему прислали. Но есть в отношении Зунды, насколько я помню, ему запретили въезд в Россию, поскольку он собранные материалы использовал для написания книги, которая носила явно антирусский характер. Впрочем, надо отметить, что правильное истолкование истории в нашей стране также защищается законодательно. Так, в Латвии запрещена советская символика и коммунистическая партия. Не исключено, что российские инициативы включат воображение латвийских политиков и начнется соревнование. Кто даст больший срок за неправильный взгляд на историю? Даниил Смирнов, Отто Айлс, телекомпания ТВ5.